Мы сегодня две Алисы в стране чудес. Давай покружимся! Ой! Ммм, вкуснямба! Территория спорта день за днём представляет серию роликов о петербургских катках. Их будут тестировать наши корреспонденты. Знакомьтесь, это Соня, мастер спорта по фигурному катанию. До ухода в журналистику тренировала детей. А это Аня. Стоит на коньках раз в три года, но непрочно учится прыгать аксель. Хотя бы один арт. Аня и Соня будут оценивать катки по пятибалльной шкале, по шести критериям. Первый – транспортная доступность. Второй – качество арендуемых коньков. Третий – качество льда. Четвёртый – загруженность катка. Пятый – дополнительные услуги. И шестой – внешний вид катка. Всем привет! Сегодня мы наконец-то находимся в центре Петербурга. В самой красивой его части у метро «Гостиный двор». И сегодня мы идём на каток в «Гостиный двор». Мы почти дошли нам туда. Вообще не хочешь рассказать, как ты нашла этот каток? Да, конечно, я готова поделиться этой увлекательной историей и с вами, и с тобой, Аня. А я знаю, я хочу, чтобы ты рассказала им. Около недели назад я шла из театра к станции метро «Гостиный двор» и увидела красивую вывеску «Каток». Дальше я увидела стрелки. И я пошла, как Алиса, в «Страну чудес» и набрела на суперкрасивый каток. И подумала, что нам обязательно нужно показать его вам. Поэтому мы сюда и пришли. Направо пойдём, еду найдём. Налево на коньки встанем. Ань, что сделаем? Я предлагаю поесть. Ноу! Сначала тренировка. Кто не работает, тот не ест. Ну что, идём тогда? Линдом! Вау, как ты умеешь. А я выберу более простой путь. Пойдём, пойдём. Ой, какие красивые огонёчки. Мы с тобой явно падки на огонёчки. Нам будут, да, огонёчки, всё, уже глаза загребущие, как говорится. Мы сегодня две Алисы в стране чудес, в стране фигурного катания. Я не против быть кроликом. У-у-у, лепота! У-у-у! Вау, коньки принцессы. Так мы же сегодня Алисы. У меня сегодня настоящие коньки принцессы. А у меня нет. А я принцесса с сороковым размером ноги. Так вот в чём секрет. Вау, какая уютная и большая раздевалочка. Пойдёмте переодеваться. Кстати, если вы заметили, я не взяла свои коньки. Поэтому сегодня у нас будет самый честный затест прокатных коньков. Внутри ботинка вы можете найти небольшой сюрпризик. Полиэтиленовый пакет для своей обуви и одноразовые носки. Это очень удобно. Давайте оценим транспортную доступность. Каток находится прямо в здании гостиного двора. От выхода из метро идти примерно 2-3 минутки. Поэтому мы с чистой душой и совестью ставим этому аспекту 5 баллов. Вы уже помните, что сегодня я не переобуваюсь и катаюсь в прокатных ботинках. Ботинки в принципе хорошие. Но профессиональные фигуристы поймут меня, что не в своих коньках кататься очень непривычно. И я бы даже сказала тяжело. Какие-то элементарные элементы по типу елочки или фонариков я, конечно, могу сделать. Но если мы говорим о чем-то сложном, о тройках или даже прыжках, то это делать, конечно, будет тяжеловато. Но мы же оцениваем коньки не с профессиональной, а с любительской точки зрения. Поэтому им я ставлю оценку в 5 баллов. Тем более мои ботинки сегодня с мехом. И, как я сказала, это настоящие коньки принцессы. Мы уже проехали несколько кружочков, поэтому самое время оценить трафик на катке. Хочу отметить, что сегодня достаточно много детей. А это значит, что кататься нужно аккуратнее. Ведь вы можете сбить одного из малышей. У нас сегодня пятничный вечер. Ледовая площадка заполнена, но кататься комфортно. Поэтому этому критерию я ставлю 5 баллов. Кстати, еще одна оговорочка. В начале нашего сеанса я хотела сделать несколько элементов и нарушила правила ледовой арены. Ко мне подошел инструктор и сказал, что здесь можно кататься только против часовой стрелки. Такой регламент катания установлен для того, чтобы посетители не получали травмы. Будьте аккуратны на кассе. Аня уже покаталась на одном из помощников фигуриста, поэтому сейчас предлагаю оценить дополнительные услуги на катке у гостинки. Ледовая арена укомплектована на все 100%. Во-первых, у нас есть два вида помощников фигуристов. Для взрослых спортсменов и для маленьких посетителей катка. Во-вторых, те люди, которые совсем не уверенно стоят на коньках и боятся кататься даже при помощи помощников фигуристов, могут воспользоваться инструктором. Если вы устали от катания, в самом центре арены вас ждет отличная опция в виде скамейки. Можно посидеть и отдохнуть. Кстати, вокруг катка тоже есть места для сидения. А также на территории катка есть много кафе, где вы можете, как говорит Аня, купить что-нибудь вкусненькое и тепленькое. В совокупности дополнительные услуги катка мы оценим на 5 баллов. Мы накатались, немножко замерзли, поэтому решили согреться теплым пуншем. У меня облепиховый, а у Ани? Лесные ягоды. Попробуем. Ммм, вкуснямба, мой любимый пунш. Давайте оценим качество льда. Для начала стоит отметить, что мы пришли к концу сеанса. То есть лед уже опробованный. Но, несмотря на это, он достаточно хороший. Единственный моментик, что по контуру катка есть снег и небольшие колдобины. Но, как я и говорила в одном из наших предыдущих выпусков, достаточно просто избегать этих мест, и все будет хорошо. Поэтому мы ставим этому аспекту 5 баллов. Аня уже научилась о замфигурного катания. Мы умеем делать фонарики, ссадочки и почти вальсовый шаг. И теперь самое время научиться делать сапельку. Готово? Да. Разгоняемся и встаем на одну ножку. Вторую поджимаем к себе. Я не могу держаться так долго, как ты, но у меня получилось. Дай 5! Пришло время оценить красоту катка. Вообще, за этого прекрасного шурафа я уже сразу готова поставить не 5, не 10, а все 100. Но, помимо него, здесь еще есть прекрасные огоньки. Еще есть прекрасная красивая композиция с коньками. Поэтому просто ставлю 150. Перед тем, как сдать коньки, обязательно нужно счистить снег с лезвий. А я не сделала, я плохая. Аня, ну в идеале взять лезвие и протереть их тряпочкой, чтобы на них не появилась ржавчина. Но я думаю, что в прокате это сделают за нас. Потрясающе покатались, правда? Согласна. Поэтому мы ставим общую оценку этому катку 5 баллов. Подписывайтесь на наш канал. Спорт день за днем. Ставьте лайки и путешествуйте по каткам Петербурга вместе с нами. А я пойду танцевать. А я вместе с тобой. Субтитры сделал DimaTorzok